Как достигнуть технологического суверенитета? Как развивается платформа Гостех? Что надо сделать для создания российского программного обеспечения? Все эти вопросы звучали на специальном брифинге в правительстве. Оно было посвящено кибербезопасности и защите персональных данных. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минцифры Максут Шадаев подвели итоги цифровизации страны в прошлом году и рассказали об основных планах на ближайшие месяцы. Прошлый год был крайне важный для отрасли, поскольку, по сути дела, происходила очень важная трансформация, которая заключалась в переориентации на новые рынки и направления, в стремлении достичь наш технологический суверенитет и уйти от той колониальной зависимости, в которую, в общем-то, мы сами добровольно раньше входили. И здесь мы смогли добиться значимых результатов. Если вы посмотрите на экран, все показатели национальной цели были перевыполнены, благодаря тому, что очень серьезные заделы были с 2020 года совершены. И мы видим, что уровень достижения, например, цифровой зрелости 65,8%, доля массовых социально значимых услуг почти 100% у нас достигла, доля домохозяйств, в котором обеспечена возможность широкополосного доступа 86,1% и уровень вложений в IT-решения почти 160%. Это очень серьезно перевыполняет наши планы. Повышается и роль искусственного интеллекта в повседневной жизни. Можно даже сказать, что он завоевывает мир. К такому выводу пришла компания Ростелеком в своем исследовании. В течение пяти лет специалисты пристально следили за глобальными тенденциями цифровизации. Искусственный интеллект завоевывает мир. Это подтверждают данные исследований компании Ростелеком за последние пять лет. Специалисты пристально следили за глобальными трендами цифровизации. Работа напрямую с искусственным интеллектом. Задача изучить и проанализировать огромный массив данных. Это и научные публикации, и сведения о регистрации изобретений по всему миру, а также информация о инвестициях в конкретные разработки. Искусственный интеллект подтягивает за собой всю необходимую инфраструктуру. Что такое искусственный интеллект? Это надо собрать очень много данных, на которых машина что-то научится делать. И этот тренд будет сохраняться и дальше, говорят аналитики. Ведь потенциал искусственного интеллекта очень высок. На передовых позициях цифровизация медицины. Мы, конечно, не можем не учитывать то, что происходило в предыдущие годы. Я имею в виду пандемию коронавируса. И в топ-10 рейтинга достаточно много трендов, так или иначе, связанных с здравоохранением. Аналитики Ростелекома составили наглядную карту самых востребованных направлений цифровизации. Сиреневым цветом отмечена, например, сфера финансов. Серым – цифровая безопасность. Видно, что именно необходимо развивать. И теперь как раз самое время посмотреть, задуматься, а где же у нас образовались эти лакуны, которые нужно заполнять. Как раз такого рода карты, технологии сейчас стали особенно востребованы. Мы говорим либо о контрастном обучении, когда... Ну, основная задача, которая там решается, одна из основных задач искусственного интеллекта, которая решается, это как бы быстрее обучить машину. В лидеры по количеству научных статей и патентам вырвался Китай, оставив позади Соединенные Штаты. Америка впереди только по объемам инвестиций в отрасль. Появляются и новые игроки. Саудовская Аравия и Иран набирают обороты, привлекая высококвалифицированных специалистов из других стран. А Россия остается в тройке лидеров по цифровизации топливно-энергетического комплекса, робототехники и квантовым технологиям. Наш интерфейс для взаимодействия с этими проектами совпадает с тем, как они себя мыслят или мы их донастраиваем. Мы, как им с удовольствием, берем на платформу. И на этой платформе начинаем обслуживать интересы отрасли, учредителей и стейк-контеров от этих государств. Это наш главный KPI, который мы для себя сами поставили. Мониторинг глобальных трендов цифровизации позволяет понять, какие ниши экономики необходимо развивать активнее. Для нашей страны в новых условиях это особенно важно. Алексей Мак, Юрий Белов, Вместе РФ. Ну а сейчас с нами на прямой связи председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте, приветствуем вас. Добрый день, здравствуйте. Итак, вот Минцифер подвело итоги цифрового развития страны в прошлом году. Для вас все-таки какие события стали ключевыми? Ну, конечно же, СВО определило весь год. То есть специальная военная операция повлияла очень сильно на наши взаимоотношения с партнерами. И мы, то, о чем долго говорили большевики, про импортозамещение, внезапно, в один момент оказались перед прям целой страной, которая готова импортозамещаться. Выяснилось это, естественно, внезапно по нашей традиции. Если помните Черномырдина, там внезапно урожай небывалый. Или вот в России пришла зима. Вот, и, соответственно, СВО сформировал тренд, который у нас есть сейчас. Это очень серьезный вопрос по импортозамещению железа, программного обеспечения. Ну, и выяснили, что, наверное, системная история выяснилась, что с железом у нас не очень хорошо, но зато программное обеспечение в целом выглядит красиво. Поэтому, наверное, это год, был год, где мы примерялись к серьезному импортозамещению, выяснилось, что все это не так просто. Хотя мы до этого всегда говорили, что мы готовы прям завтра все заместить, но и завтра пока получается тоже сложновато. Да, но при этом, ну вот на взгляд обывателя, отрасль в целом оказалась готова к санкциям. По крайней мере, мы так считаем. Потому что телефоны в кирпичи не превратились, как нас пугали. Банки и госуслуги работают. И интернет тоже работает. Вот на ваш экспертный взгляд, насколько все ограничения повлияли на цифровую сферу? Ну, скажем так, действительно, с точки зрения обывателя, все пока выглядит, как есть. Такси ездят, карты работают, банки двигаются, но уже и карточки не так работают, потому что их надо продлевать, а вроде бы непонятно, что с визой. То есть на текущий момент мы находимся на перепутье. Успеем ли мы перехватить на себя то, что выпадает от наших ушедших зарубежных коллег? С точки зрения обывателя, еще раз повторюсь, все более-менее рабочее. Да, Apple отказался принимать платежи за платное программное обеспечение. Да, в Android все не очень хорошо у Google, но наши магазины вполне себе работают. И правительство в этом плане очень вовремя выбрало решение от ВКонтакта. То есть не стало устраивать конкуренции, которые сейчас не самое место. И в этом плане все выглядит пока неплохо. Но если мы расслабимся, то, конечно, проблемы будут именно у нас, если мы не успеем очень быстро импортозаместиться. У каждого софта есть сроки, в которые он живет без поддержки. А очень многие программные обеспечения, разработанные зарубежными партнерами, скажем так, висит. Работает, но висит без обслуживания. И нужно экстренно все это импортозамещать. Справимся, ну, будем молодцами. И действительно пройдем этот вызов достаточно, но с небольшими потерями. Но вот давайте вернемся к теме искусственного интеллекта. Вы согласны с исследованием Ростелекома, где говорится, что он завоевывает мир? И насколько эта сфера IT-технологий развита в России? Я не просто согласен, я являюсь по-своему тоже каким-то амбассадором. То есть я искусственным интеллектом начал заниматься, когда это еще не было так модно, как сейчас. И мы все это продвигали и двигали, и говорили о том, что искусственный интеллект – это, как потом сказал Владимир Владимирович Путин несколько лет назад, что кто владеет искусственным интеллектом, тот владеет миром. Это абсолютная правда. И действительно в этом направлении надо двигаться. Наши позиции здесь уверенные, но не первые, к сожалению. То есть мы увлеклись некоторым... То есть на самом деле наше государство достаточно, скажем так, медленное. И вот перед эфиром сюжет, где Глазков, замдиректора Ростелекома, говорил о том, что искусственный интеллект – это первая часть данных. И здесь, конечно, государству нужно очень быстро и очень шустро упаковывать эти данные, проверять их на то, чтобы не происходило утечек. И персональных данных, которые сейчас у нас идут, чтобы не происходило потери данных. Но без этого мы будем в отстающих. Пока мы находимся, ну скажем так, в уверенной тройке, по ряду направлений в двойке. В некоторых направлениях, правда, немножечко отстаем. Но в целом мы выглядим как страна, у которой есть не только нефть и газ, но и специалисты по разработке искусственного интеллекта. Герман Сергеевич, ну и еще одна очень важная тема, которая тоже в тренде. Что происходит с IT-специалистами? Насколько серьезен кадровый голод сегодня в стране? И специалистов какого профиля не хватает сильнее всего? Знаете, проблема в чем заключается? Даже не в том, что ряд коллег уехали. Они уехали из разных специальностей, программисты уезжали. И даже СММщики не очень понятны, они нам зачем нужны. Проблема в том, что внезапно открылся большой фронт работы для импортозамещения. И нам вообще нужны дополнительные кадры про установки. То есть, условно говоря, для внедрения в любой из областей замены Microsoft Windows на наше отечественное ПО, чтобы заменить 20 тысяч компьютеров софта, у нас уже должны быть люди дополнительные. Даже если бы мы не понесли потери с отъездом коллег, которые уехали, я надеюсь, они вернутся, у нас вообще вырос фронт работы. И здесь очень важно определиться с тем, как мы их будем учить. Будем ли мы учить 5 лет, будем ли мы учить их 2 года. Практика компании типа Mail и Яндекса показывает, что 2 лет достаточно. Но с точки зрения нашего высшего образования, это 5 лет. Поэтому, конечно же, основная проблема, наверное, даже не в том, что мало кадров. Их просто, их надо готовить больше. Но готовить именно не через 5 лет, а прямо сейчас. Но Минцифры сейчас готовят меры по возвращению уехавших из России IT-специалистов. Какие из них, на ваш взгляд, будут эффективными? Знаете, необходимые и достаточные. То есть, все ипотеки, все кредиты и все остальные льготы, это все-таки для тех, кто остался. Если мы хотим вернуть людей, мы должны очень четко определиться, четко определиться с тем, у кого отсрочки, у кого их нет. Даже не в том смысле, чтобы огульно всех айтишников, например, освободить от армии. Нужно четко сформулировать. Либо образование, либо место работы, либо еще что-то. Но пока есть неопределенность. А те, кто живет сейчас в Армении, те, кто живет в Киргизии, я со многими разговаривал, там нет никаких политических подтекстов. Там есть страх попасть на специальную военную операцию. Для меня, как бывшего кадра офицера, это вопрос. Я не знаю. Это должен быть консенсус у нас в государстве с населением, с Министерством обороны, с Государственной Думой. Но пока мы не определимся с этим моментом, я не думаю, что нам удастся наладить возвращение именно такой потоковой. Спасибо, Герман Сергеевич. На наши вопросы отвечал председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Клименко.